бокер то мы встали утром вчерашнюю усталость вообще не чувствуется вчера дошел до кровати или дошел сейчас стою как новенький как такое может быть как только может быть поспал несколько часов все прошло дело в том что мы же говорили да что у нас есть душа как эта душа она немножко от нас отделилась от этого мира суетного отдохнула и вернулась как новое это как человек уезжает куда-то в отпуск душ отдыхает возвращается с новые силы работать да это 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 понять они все не не физически что мышцы отдыхают это тоже в основном отдыхает душа просыпаемся это в свои планы это как будто человек заново жил это так написано что в сне есть доля смерти как мы ожили мы ожили теперь нужно как-то помыться до помыться берем на тла и мываем руки дело в том что тума она находится вот на руках в основном это духовные часто находится на руках поэтому лучше как можно быстрее утром далеко не ходя сразу около кровати лучше всего берем на тла и обмываем руки поочередно три раза делать это так берем правой рукой передаем в левую и раз два три четыре пять шесть потом эту воду которая нас на руках до были выливаем и бараху после это можно сказать потом это бараха такая же как и после на те даем перед едой бараха такая то есть начало обычное как у всех проход и в конце говорится аль отеля седаем чтобы сказать начало барахи я скажу барху по-настоящему с имени машема вот амен не отвечаете потому что очень далеко от меня находитесь чтобы амен говорить вы слышите только мой голос который перешел какую-то непонятную переработку вот поэтому мы не говорим на скажу бараху чтобы услышать как говорится имя имя творца потом будем говорить просто h&m так далее скажу проход на что скажем скажу буре приадама да слушайте бараха такая бараха такая бараха та дуйной элогейну мелеха олям боре приадама таим вкусно так баруха та это тоже как здесь баруха та ашэм и люкену мелеха олям ашер кидышану бами цвотав ве цивану аль на телят ядайм теперь подробно все слова из барахи что такое барух что такое от а то мелеха олям мы будем разбирать брат ашэм позже на следующих уроках а сейчас только разберем самую концовку аль на телят ядайм да что такое я тядаем ну само это сама структура это называется смехут смехут на телат ядайм опять таки смотрите наши прошлые уроки из урок называется это не по-русски смехут там объясняют что такое смехут это на самом деле по-русски поэтому долго объяснять берется два слова не соединяются получается на телат ядаем то есть слова на тела и слова ядаем начнем с конца ядаем это руки яд одна рука ядаем две руки ядаем что такое на тела это усложняю объяснить это сложнее объяснить перевод такой благозовен ты говорит все который да и давший нам повеление об обновении рук давший нам повеление об обновении рук до обновение рук теперь на тела мы знаем это слово из другой барахи аль на телат лулав суккот берем арбами ним арбами ним там лулав самый высокий поэтому говорим аль на телат лулав там явно не омовение лулава правильно аль на телат лулав а тут на тело тядаем имеется ввиду следующее имеется ввиду что на тела слова ли толь это на самом деле взять взять это ну ли толь ли толь это взять глагол ли толь это взять то что-то взять что мы руки берем куда мы руки берем дам руки берем себя в руки берем себя в руки руки мы поднимаем поднимаем кверху как куаним куаним они тоже они куаним они тоже делали на тела мы от них все учим мы Мы хотим быть тоже святыми, как Коины, чем мы хуже. Мы сейчас тоже, как и каждый может быть, стремиться к чистой Коины. Сейчас нет хама. Мы ведем себя тоже в дальней чистоте. В меньшей степени. Но смысл такой же. Мы омываем руки. Мы ходим в Мику, как Коин ходил в Мику, в Йом-Кипур. Он бегал постоянно в Мику, чтобы себя очистить. Это как будто это мини-Миква, в принципе, это мини-Миква. Есть даже такое мнение Бенешхай, кажется, как переводит это, что человек, который не смог пойти в Мику, мужчина, есть мужчина, который ходит в Мику каждый день, тот это делает. Он чувствует, что это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь себя по-другому. Ты чувствуешь прилив всем других энергий. Миква для мужчин. Обычно утром, лучше всего после молитвы. Извиняюсь, лучше до молитвы, конечно, лучше до молитвы, можно и после молитвы. Это можно весь день ходить, можно и ночью. Это Миква. Так тот и не может пойти в Мику, но очень хочет или должен. Опять, эта тема не наша. Он может очень часто много раз поливать руки. Просто это привожу, чтобы вы так делали, просто чтобы намекнуть на то, что это мовение рук, оно снимает нечистоту. И главное концентрация нечистоты на руках. И мы это снимаем. Поэтому мы говорим о мовении рук. Мы говорим о мовении рук, хотя сама тела, смысл этого не просто о мовении, а смысл этого приподнятия рук. Потому что, во-первых, мы ее поднимаем на самом деле, чтобы вода обратно по рукам не стекла. Мы их омыли, теперь вода приняла на себя нечистоту. Чтобы она обратно не вернулась, мы руки поднимаем. Суеды хэмкодэш. Суеды хэмкодэш. Поднимаем руки. Но кроме этого мы их поднимаем в духовном плане. То есть, омовение, вода, вода, она снимает нечистоту. И тем самым руки поднимаются выше, в духовном плане. Вообще, еврейские руки должны быть наверху. Рукам нечего искать внизу, им там нечего искать, там нечего делать. Руки должны быть наверху. Поэтому хасидские танцы, они с руками наверху. В отличие от танцев пупуасов, у которых руки все время внизу, потому что барабан находится. Там барабан где-то между ног, ниже пояса. А у евреев, то скрипка. Все наверху, все поднимается к голове, все подняется наверх. Суеды хэмкодэш. Так на тела это так объясняется, что это приподнятие рук. А сама, само это кли, кли, мы же его берем, вот мы его точно берем, мы его точно берем, поэтому называется на тла. Да, на тла, так мы берем на тла и делаем с ней на тела те дайм, на тела се дайм. Опять-таки, тот, кто ночью не спал, стоит сделать на тела те дайм, потому что все-таки прошла ночь, где-то руки ночью гуляли, непонятно. Но тогда с барахат уже будет сложнее, опять тема не наша, можно услышать этот барахат от кого-то другого, сказать ему амен. Мы должны выучить начало барахи и в конце аль на тела те дайм. Аль на тела те дайм. Бывает такое считаю, что нет воды, где-то там, не знаю, человек в пустыне, в тюрьме, в армии, не знаю где, но нет воды. А поспал и поснулся, и что теперь, хочется и помолиться, ты не будешь молиться с руками такими, а нет воды, что поделать, так считает, что можно руки вытереть об какой-то материал, полотенце, даже об одежду, просто притереть руки, притереть руки, да, без воды, просто вытереть их, тогда будет другая бараха. Та будет бараха, в конце, вместо на тела те дайм, нет на тлы, да, нет на тлы, будет бараха аль на кьюз те дайм, аль на кьюз те дайм, чтобы руки были чистые, да, тоже барахат ашем, эркина мерухам, шеки дешану, бейм митфасавцевану, аль на кьюз те дайм. Будет такая бараха, это редкий случай, но просто надо это тоже знать. Руки чистые, теперь мы можем начать молиться. Мы сказали, сказали, Переходим к барахот. Какий самый первый барахот, то, что мы говорим? Конечно, я про Тору, потому что евреи без Тори жить не может. Без Тори нам никуда, без Тори мы не можем. Поэтому начинаем с Тори, чтобы не было такой ситуации, что мы учим Тору, разговариваем с кем-то про Тору, а прежде этого мы не сказали барахот. Посмотрим, какие барахот мы говорим на Тору. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова